У нас будет по Zoom, по онлайн доклад, но тем не менее, я думаю, что наши замечательные технические сотрудники все сделают. Это отец Дмитрий Сизаненко, священник собора Федоровской иконы Божьей Матери в Петербурге. Это такой наш дружественный приход, и он как раз будет говорить на тему, затронутую отцом Александром Борисовым, «Христианство только начинается». Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Это как нечто, что в культурном отношении недостаточно высоко и не достигает уровня этой социальной среды, то есть интеллигенции, которая всегда обо всём судится высоко. Итак, есть ли у христианства будущее? Но здесь очень важно понять, а что мы имеем в виду, когда говорим слово «христианство»? И вот отец Александр в этой прощальной лекции говорит о том, что в нашей голове путаница. Мы привыкли к тому, что христианство — это какие-то исторические формы, это социальные институции, церковь — социальные институции. В лучшем случае христианство — это мировая культура, великие храмы, богословия, музыка. Но отец Александр возвращает к тому, что есть христианство. Христианство — это Христос. И поэтому то есть Евангелие. Евангелие — это прежде всего весть о воскресении Христа. Что такое церковь? Церковь — это не институция. Для нас она стала институцией. Но церковь — это сам Христос, который возвещается через проповедь Евангелия и преподносится в таинство церкви. Поэтому вопрос к нам, способны ли церкви и вообще не видеть прежде всего Христа и его присутствие. И там, где это удается, вдруг происходит какое-то преображение, происходит чудо. На самом деле это может показаться абракадаброй, и у нас все становится гораздо понятнее, когда представишь себе китайскую пословицу. Учитель говорит о Луне и показывает пальцем на Луну. Но идиоты, неразумные ученики, они смотрят на конец пальцем. Поэтому тоже происходит и с нами, когда мы думаем, что христианство ограничивается лишь только его социальной историей, которая, конечно, может быть серия неудач, насилия и много чего, о чем, может быть, не имеет смысла говорить, забывая самое главное, на что оно указывает, потому что за всем этим стоит Христос. И тогда вопрос, история христианства и будущее христианства. Конечно, есть ли у Христа будущее в человеческом сообществе? Сказала ли Церковь свое последнее слово? И здесь вот отец Александр Борисов, отвечая на вопрос о том, что такое история, как бы отец Александр понимал. Действительно, время Церкви, история христианства, время Церкви — это промежуток, небольшой промежуток, зазор между уши, тем, что что-то свершилось, и еще нет. И вот в этом зазоре совершается самое главное. И существует вот это драматическое напряжение, когда ты оба конца держишь в своих руках и находишься вот в этом промежутке между уже одержанной победой Христа, между его воскресеньем и тем, что ждет впереди. Он сказал, я иду. И это означает, что Христос воскрес, это как первая победа. И тем, кто, может быть, любит историю Отечества, то это можно сравнить, простите, кто не любит, со Сталинградской битвой. Она уже выиграна, но до окончания войны еще остается какое-то время. И еще предстоит проливать кровь и потрудиться. Но, собственно, исход войны уже предрешен, но окончательная победа еще впереди. Вот ты оказываешься в этом промежутке между уже одержанной победой, воскресеньем Христа и его возвращением во славе. И прощаюсь, он очень не так говорит, что теперь ваша очередь приготовить праздник. И для того, чтобы праздник состоялся, его нужно, чтобы вы тоже приготовили. И для этого Евангелие должно быть проповедано всем народам, чтобы все были готовы к этому празднику. И, может быть, вот самое сердце христианства, по крайней мере, лично для меня, это очень дорого, когда я слышу пробовать отца Александра Мини, вот это предвосхищение праздника и понимание того, что самое главное еще не свершилось. И ты можешь внести какую-то свою лепту и готовить этот праздник, и уже жить этим священием, потому что он уже в каком-то мере, он уже начинается, этот праздник, ты уже здесь. И что касается будущего христианства, существует как минимум три гипотезы, три предположения, что ждет христианство и современной Европы, и современной России. Я бы не делал какой-то жесткий водорастел между историей Европы и историей России, потому что, собственно, это единая история, и процессы, которые происходят в Европе, они происходят у нас, может быть, несколько иначе. Поэтому иногда, чтобы говорить о чем-то негативном, сострадании, в отношении к ушам наших соотечественников, будем все худшее приписывать и в Европе, но умные люди будут понимать, что в действительности у нас те же самые проблемы. Первая гипотеза — христианство исчезает. И вместе с ним исчезает Христос веры, потому что об этом начали говорить еще в XVIII веке. Это можно видеть невооруженным взглядом. Христианство уходит на периферию, маргинализуется. И совсем не потому, что есть какой-то воинствующий альтеризм, который его вытесняет. Оно само уходит. Оно эвакуируется, вытесняется вот на эту периферию жизни, как будто выдыхается. Вторая гипотеза состоит в том, что христианство растворяется в каких-то достижениях прогрессивных, любимые слова интеллигенции — прогресс. По-моему, после XIV года уже мыслящие люди, мало кто всерьез говорит о прогрессе, потому что вопрос должен ставиться в каких-то других измерениях. И так происходит некая сиполяризация. То есть христианство растворяется в завоеваниях современного общества. Такие великие новизна Евангелия, как уважение к человеческой личности, забота о бедных, о самых беспомощных, о тех, кто страдает. Сегодня о бедных заботятся и политики, и благотворительные фонды. И поэтому для очеловечивания этого мира как будто нет больше необходимости в христианстве. Оно остаётся на уровне этого уродливого выражения христианских ценностей. Даже с точки зрения духовности, сегодня рынок потребления заполнил мистической литературой, восточными учениями. И Христос как учитель мудрости, который принёс какое-то знание о Боге, он ранжируется среди других философов и великих учений в религиозной истории человечества. То есть другая гипотеза предполагает, что христианство станет просто одним из разделов вот такой синкретической религиозной истории и дальнейшего развития человечества. Третья гипотеза очень активно продвигается в России о том, что можно что-то вернуть назад, колесо истории повернуть вспять и вернуть в прошлое, отвоевать утраченные позиции. Для этого есть, например, административный ресурс, можно заниматься реституцией либо в формах консерватизма, либо адаптируясь к современной реальности. В данном случае, лично для меня, консерватизм или модернизм — это два полюса одной реальности, и ты качаешься в одной плоскости. Для того, чтобы найти выход, нужно выйти в какую-то другую плоскость. Ты не можешь всё время качаться на тех же самых качелях. И таким образом, Третья гипотеза предполагает, что христианство может сохранить церковь как социальную институцию, православие как духовные скрепы, как нравственный авторитет и так далее. И, в принципе, это отчасти вроде бы где-то срабатывает, показывает свою эффективность, но я не думаю, что в долгосрочной перспективе это работает. И здесь возникает другой вопрос, который меня ведёт к четвёртой гипотезе, которую я бы хотел с вами обсудить или озвучить. Действительно ли христианство исчерпало свой ресурс? Потому что имеет смысл задуматься о том, что такое Евангелие. И в качестве пищи для размышлений, представьте себе, что Евангелие — это не просто радостная весть, не просто чтобы кому-то поднять настроение, сихи, ха-ха, повеселиться. Само слово «Евангелие» состоит из этой приставки «ев», которая не просто означает «благая» или «добрая весть», а в лингвистике некоторые лингвисты называют «эйфоризантной приставкой». То есть то же самое, что слово «эйфория». «Евангелие» — это не просто какое-то приятное известие, а это некая весть, сообщение, коммуникация, которая тебя приводит в состояние радости и какого-то изменённого состояния, благодаря которому, возможно, некая метаморхоза, что-то может в твоей жизни измениться. И поэтому задумайтесь о том, что ведь слово «Евангелие» возникло до того, как появилась книжка под названием «Новый Завет». Апостол Павел употребляет слово «Евангелие» в совершенно другом значении. И мы легко забываем то, что для апостола Павла означало это слово не для евангелиста Иоанна. «Евангелие» — это весть о воскресении. И это весть, которая, когда её проповедуют, происходит чудо. Воскресает не только Христос, но воскресают слушатели. И поэтому, когда у апостола Павла спрашивали, а есть ли какие-то вещественные доказательства к тому, о чём ты говоришь, что Христос воскрес, кто это может подтвердить? Есть ли свидетели, есть ли доказательства? И на что он островно отвечает, вещественные доказательства — да, есть. Это моя община. И в этом смысле, конечно, чудо прихода Косьми и Демиана состоит в том, что отец Александр Имея не ушёл, но после него осталась община. И это какое-то вещественное доказательство о том, что Евангелие — это не просто книжка, это просто абстрактные слова, но это некая весть, которая изменяет судьбы людей. И более того, создаёт сообщество. И как раз будет новое человечество, о котором говорит христианское богословие. И поэтому четвёртая гипотеза предполагает, что действительно нечто в христианском молиме подходит своему концу, умирает, как и виноградные ветви, которые перестают приносить добрый плод, и поэтому нужно отсекать, сжигать, для того, чтобы то, что живоносно, оно приносило больше плода. И поэтому христианство, как религиозная система, как некий христианизм в европейских языках, христианизм, как и все измы, идеализм, марксизм, материализм и так далее, это то, что умирает на наших глазах, и, может быть, это умирание по какой-то степени должно коснуться и нас. У нас тоже должны умирать разные измы, для того, чтобы в этом кризисе возникло что-то новое. И вот это слово «конец», которое в устах Христа означает совсем не то, что в наших устах не капут, не все кончено, а мы оказываемся у новой черты. И если смотреть на историю христианства, отец Александр Материнцев тоже указывает на это, что мы растворяемся в средневековое христианство, в этом идеальный мир, когда Европа — это был христианский мир, крестендом, затем наступает новое время, и возникает новая форма исторического христианства, и теперь наступает время, когда христианство должно осознать себя, что оно не является одной из религий, одним из изма. Она является в определенном смысле антирелигией, потому что христианство — это Христос, в отличие от всех других форм и религиозной жизни. И поэтому возникает вопрос для нас, как для интеллигенции, как для людей, которые свое призвание видят в том, чтобы мыслить, мыслить, видеть мир и видеть явления, не для того, чтобы их судить и ранжировать, но для того, чтобы увидеть в новой истине, в новой красоте. Талант — это новость, которая всегда нова. Вот как бы призвание интеллигенции. И поэтому может ли Евангелие в данный момент истории, и в нашей социальной среде, в России, в наших общинах, в наших семьях, прозвучать как нечто новое, как слово новизны, как это было во времена апостолов, как увертёра перед поднятием занавеса на сцене истории мира, как первое слово, которое открывает какое-то новое пространство жизни. И вот здесь, конечно, великий парадокс. Евангелие в 2000 лет, и мне кажется, что оно уже давно проповедано, его плоды уже успели прокиснуть, подгнить, состариться. Оно состарилось. Но, возможно, остаётся что-то неслыханное. Вот это то, что говорит апостол Павел, то, что и ухо не слышало, и глаз не видел, это что разуме может внести. Это неслыханное, что ещё не услышанное, что действительно превосходит наши пределы человеческого понимания, и что расширяет перезонты Духа. Для того, чтобы мы не качались на тех же самых качелях, и не бились, как муха, оказавшаяся в банке, в стенке, чтобы знать, что если мы хотим вырваться на свободу, то для этого нужно смотреть ввысь. Вот. И в качестве тоже пищи для размышлений я хотел бы привести две цитаты. Одна из них — это Ирине Леонске. Он говорит о том, что Христос, когда пришёл на землю, воплотился на землю. Сын Божий принёс с собой всё новое. И для него категория этой неувидающей новизны христианства абсолютно фундаментальна. Когда он критикует гностиков, еретиков, людей, которые немыслящие, он говорит, что Христос всегда принёс с собой всё новое. И вот там, где есть эта новизна, она свидетельствует о том, что действительно Христос где-то рядом. Иначе христианство легко превращается в субкультуру. Как, в принципе, вот то, что говорит Сергей Сергеевич, интеллигенция — это племя, которое говорит на своём языке, оно вырождается легко в субкультуру. Вот. И если вспомнить о том, что слово интеллигенция создаёт кучное слово intelligence, то есть разумение, в том числе и христианская вера, она нуждается в разумении, в рефлексии, в творчестве, в осмыслении. Поэтому, конечно, церковь без интеллигенции не будет церковью. Так же, как интеллигенция, замыкаясь в самом себе, просто вырождается в какую-то субкультуру. И Христос помогает реализовать себя творчески, реализуя своё призвание в этом мире для интеллигенции. Другая цитата — это любимая цитата Хайбекера. Он любил в поэзии Гюнгерлина замечательную фразу «Человек живёт в этом мире, как человек, в том мире, в каком он поэт. Человек живёт в этом мире поэтически». Слово «поэт», кто любит Библию, конечно, понимает, что речь идёт на первых стихах книги «Пытия». Ох, поэт! Потому что он творец, и слово «творец» — «поэт». И поэтому христианин, если перефразировать, живёт в этом мире, как христианин поэтически, то есть творчески, сохраняя свою способность видеть мир в новом свете, в свете Христа, того, что есть новая истина и новая красота. Если мы оказываемся, как и большинство людей вокруг, просто пленниками тупых слов, пользуемся словами в их словарном значении, то это существенно ограничивает нашу свободу. И в отличие от таких средних статистов, поэт, он всегда создаёт язык. Поэтому поэзия обладает рациональностью, которая бесконечно превосходит научную, сцентистскую рациональность. И в этом смысле она очень близка к языку богослужения, вообще к богословию. Итак, Евангелие — это самое драгоценное, что у нас есть, и это то, что мы знаем меньше всего. «Я ухожу», означает, «Я ухожу в смерть, и для учеников это лишение, и я прихожу». Означает, что я с вами до скончания века, и наше призвание — это приготовить этот праздник. И возвращаясь просто к вопросу, за что так дорога костьма и прекрасно это тем, что приезжая на реколепцию к вам или просто оказываясь в вашем другом, ты видишь сообщество людей, где действительно двое литро собираются во имя Христа, и там что-то меняется. И возникает то, что называется «Агапа» в языке Иоанна, некая братская любовь, бережная и заботливая друг о друге. Это то, что со стороны видишь в косме, и ты, кажется, самым драгоценным, самым дорогим. Вот эта способность слышать друг друга, и, главное, бережно, и заботливо относиться друг к другу. Мне кажется, в этом одно из великих чудес вашего прихода и вашей общины. И я бы очень желал, чтобы это как-то сохранялось, не погибло под суетой, стрессом столичной жизни. Но Евангелие представляет собой вот этот живой ресурс. Оно действительно не просто слово, которое что-то предписывает, требует, но это слово, которое даёт, создаёт новую реальность. И в той мере, в какой у вас есть евангельские группы, где действительно вы помните о том, что двое или трое собираются для того, чтобы Христос был между ними, то возникает вот это новое человечество. И ещё раз просто хочу признаться вам всем в любви и благодарности. В связи с этим я могу закончить. Всё, это в хоро. Спасибо. Спасибо, отец Дмитрий. Несмотря на так, ну, не всегда ровное техническое, так сказать, сопровождение звучания, но мы всё-таки большую часть доклада услышали, и это очень важно для нас. И особенно спасибо за финальные слова о нашем храме, потому что у нас точно такие же чувства по отношению к вашему храму. Мы всегда рады нашей дружбе, нашим связям. Вот. Но мне кажется, что действительно тема, которую вы подняли, она чрезвычайно важна, потому что очень часто христианство воспринимается как история, как что-то прошлое, как вот такое наследие, которое нужно вот хранить, оберегать там и так далее, и так далее. Но в христианстве есть вот эта устремлённость вперёд, да, к новому, к тому, что ещё неведомо, к тому, что Господь приготовил и не видел того глаз, не слышала уха, что не приходило на сердце человека, что приготовил Бог для любящих его, да, как говорит апостол. Вот. И то, что вы сказали, что вот неуслышанность Евангелия, это тоже очень важная, важная тема. Я думаю, что мы о ней ещё будем говорить, потому что это, ну, Евангелие, оно, оно не может сказать, что всё, оно проповедано, и теперь вот нам как бы делать нечего. Оно вечное, вечная его новизна, оно для каждого поколения. Вот. Вот это, мне кажется, очень важный момент. И то, что вы сказали, что интеллигенция нужна для церкви, потому что Евангелие нужно всё время осмысливать, да, и вот эти вот мыслящие люди, они непременно должны быть, непременно. И мне кажется, что тоже важно, вы подчеркнули, что в церкви происходит как бы реализация интеллигенция, вот этого дара, который дан от Бога, но он дан именно для того, чтобы именно божественные замыслы исполнять. Так что, в общем, вы много тем подняли, я думаю, что они будут находить ещё отклик в завтрашнем нашем круглом столе, надеюсь, он будет, и в других докладах. Вот. Так что спасибо вам большое за ваш доклад. Будем дальше дружить храмами. Вот. Спасибо. Ну, я думаю, что мы сейчас уже не будем задавать вопросы, а сразу передадим слово следующему докладчику. Надеюсь, что...